Ваша уважаемая мама, супруга, дети, коллеги по работе бывшей, хотел бы несколько слов сказать еще об одной стороне личности Виктора Ивановича Кривого. Дело в том, что помимо того, что он работал в Госкомтруда, в Верховном Совете, начинал в национальном собрании, он еще и был одним из идеологов создания сообщества трудового права. Такое общественное объединение, которое объединяет ученых, практиков, в том числе и бывших практиков, которые интересуются трудовым правом и стремятся к совершенствованию законодательства. Вот, собственно говоря, в 2003 году с участием присутствующих некоторых коллег из этого сообщества мы вместе создавали это общественное объединение, и много проводилось различных мероприятий. Это были и конференции международные, это были обсуждения на круглых столах проектов законов. Иногда критические были высказывания части тех или иных законопроектов, но отмечу такой интересный факт, что в 2003 году, может быть, Инна Смечславовна со мной не согласится, благодаря как раз и общественному мнению, которое было организовано и проведена конференция на базе ЮРФАК и БГУ, потом все-таки законопроект, тот еще сырой, скажем, 2003 года, был снят с рассмотрения в первом чтении в парламенте, и задержка там была приличная, вот только в 2006 году был принят этот закон, там, в 72-з. Ты есть ли не в 2008? Нет, в 2006-й. В 2006-й поправки там были незначительные, а в 2008-й уже, как говорится, вся страна разрыдалась, и, так сказать, Ну, это вот, подчеркиваю еще раз, конечно, большая заслуга Виктора Ивановича, что он сплотил вокруг себя вот тех людей, которые интересуются трудовым правом, которые его исследуют, которые занимаются его применением на практике, вот, у него было много интересных идей, связанных с книгоизданием, да, Ну, все знают, что он, да, организовывал свое время издательство, значит, профессионал, да? Много книг с участием присутствующих здесь издавалось, да, вот, Инастя Вячеславовна тоже участвовала, Анна Петровна и многие другие. Вот, в последующем он, благодаря Елене Анатольевне Ковалевой, присутствующей здесь, много комментариев различных книг издал, вот, как бы, уже отдельно, как бы, отдельно, вот, издательство, я, Ковалев, правильно, так оно, по-моему, называлось. Вот, действительно, он привлекал к себе других ученых, и вот, Анатолий Александрович, Аркадий Анатольевич Виченков тоже участвовал в этих изданиях. В общем, все члены сообщества вовлекались в эти комментирования трудового законодательства. То есть, все это шло во благо правоприменения. Да, какие-то расхождения у нас могли возникать, и периодически возникали, как между учеными, он всегда отстаивал свою точку зрения, иногда, как бы, безапелляционно, невзирая на какие-то контраргументы и так далее. Но, в общем-то, всегда, вот, в споре рождалась истина, можно сказать, да? Поэтому, это все вот эти споры, разногласия, они способствовали, в общем-то, достижению этой истины и совершенствованию законодательства. Я хотел еще сказать пару слов о том, что, ну, узнав об этой грустной новости, я, безусловно, поделился ею с учеными из России. Все знают, что он учился в Санкт-Петербурге и защищал кандидатскую диссертацию в Москве, докторскую в Санкт-Петербурге. Вот, санкт-Петербургские ученые выразили соболезнования родным, близким, коллегам. Вот, то есть, это и Сергей Петрович Маврин, в частности, это зампредседатель аккредитационного суда Российской Федерации. Да, он напрямую написал мне письмо об этом. Вот, значит, представители кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского университета, завкафедры трудового права МГУ имени Ломоносова, Курино Александр Михайлович, завкафедры трудового права, это все доктора наук, замечу. Екатеринбургская юридическая академия, Головина Светлана Юрьевна. То есть, российские ученые, конечно, выражают на всем соболезнования. Действительно, белорусская наука трудового права утратила очень серьезного ученого, который оставил действительно несглазимый след в нашей науке белорусской. Это серьезная утрата. Я, конечно, соболезную тоже от имени члена сообщества трудового права нынешний председатель родным и близким. И давайте поменем Виктора Ивановича самыми лучшими словами. Спасибо.